Проверки на дорогах продолжаются. Практика показала, отказ мэрии принимать некачественный ремонт был верным. Непринятые дороги растаяли вместе со снегом. Подробнее в материале Александра Рябкова. В Ярославле проведут проверку состояния магистралей после зимы. Уже сейчас видна плачевная ситуация с рядом дорог, которые были отремонтированы, но не были приняты мэрией. То, что ремонт производился вопреки принятым нормам, стало очевидно после первой же зимы. По большей части дорог мы находимся в судебных разбирательствах. Те дороги, которые мы не приняли, и по ним сразу видны плачевные ситуации. Соответственно, это нам на руку. Наша позиция в суде подтверждается еще и фактами фото и видеоматериалов. Те дороги, что были приняты, стоят. Правда, и по ним есть нарекания. Они в большинстве случаев связаны с работами по перекладке коммуникаций. На улице Загейма просадки дорожного покрытия в месте проведения работ водоканала. Теперь организация за свой счет должна вскрыть дорогу, доуплотнить основания и восстановить верхнее покрытие. Заблуждение вводят жителей и некоторые СМИ, распространяя недостоверную информацию. Многие телеканалы сейчас и газеты распространяют информацию, которая является в принципе недостоверной. То, что мы смотрели газету «Город», которая вышла, там прямо с первых же строчек идет наглая ложь. Написано, что улицу Белинского мэрия приняла, а улица Белинского разваливается. Так вот, хочу с полной ответственностью заявить, что улица Белинского не принята. Уже прошло три судебных заседания по данной улице. То есть движется судебный процесс. И стараются на фотографиях преподнести те места, которые мы не делали. То есть, если у нас звучит, например, ремонт улицы Карла Липнихта, это не означает, что мы эту улицу делали целиком. Там написано, от какого дома до какого дома. И на всех фотографиях присутствует у нас перекресток улицы Карла Липнихта и улицы Белинского, на котором в том году, глубоко осенью, производился ремонт тепловой камеры, который длился очень долго. Соответственно, в зиму мы не стали на данном перекрестке укладывать асфальт, потому что он все равно бы развалился с течением времени сразу после зимы. То есть, сейчас подсохнет это место, и мы выходим туда с обычным ремонтом. Полный список улиц, которые будут отремонтированы в этом году, находится на сайте мэрии города Ярославля.